Несмотря на холодный февральский день, в Азербайджане сегодня чувствовалось весеннее настроение. На бульваре расцвели клумбы с бархатцами в циточных магазинах на расхват букеты с нарциссами и тюльпанами. А еще сегодня в Азербайджане вторник воды, который предшествует весеннему празднику Наврос. До наступления этого древнего и красивого праздника в Азербайджане будет царить предпраздничное оживление. Каждый вторник в бакинских дворах молодежь станет разжигать костры, а на праздничных столах появятся семяни и национальные сладости. О том, как в Баку встречали вторник воды в репортаже Москва-Баку. В Азербайджане подготовка к Наврос начинается за месяц до праздничной даты отчетом четырех вторников. Каждый из них посвящен пробуждению одной из четырех стихий – воды, огня, ветра и земли. В праздничные дни каждая азербайджанская семья соберется за большим столом. Подготовка к застолью начинается с похода ранним утром на базар, где можно приобрести все необходимое для праздничного ужина. Одним из таких популярных мест является Зеленый базар – настоящий восточный базар, где воздух пропитан ароматами специй, а лавки ломятся под грузом сочных фруктов и овощей. Уже у входа на рыдок продавцы расставили лавки с семени – главным символом навруза. Он является также символом жизни и плодородия, олицетворяющим пробуждение природы. Проросшую пшеницу принято ставить на стол во главе праздничного стола и отрадно, что эта традиция на протяжении веков остается неизменной. И если раньше семя не украшали лишь красной лентой, то теперь ему придают необычные дизайны, добавляя различные аксессуары, цветы, фрукты, разноцветные яйца. Необходимы продукты для застолья – орехи и сухофрукты. Их здесь можно приобрести в бесчисленных лавках. Среди покупателей не только местные жители, но и туристы, которые решили приобрести традиционные сухофрукты. Наталья и Анна прилетели в азербайджанскую столицу из Москвы. Говорят, что первым делом отправились на знаменитый «Зеленый базар». Что должно быть на наврузовском столе, им рассказывает продавец Рахим Гурбанов, который уже много лет работает на этом рынке. Это еда называется. Это иннаб. Это тоже маленький иннаб. У нас в Наврузе самое главное. Вот у нас встала иннаб, еда, курма. Вот без этого наше этот наврузовский праздник не бывает. Сегодня в планах у туристов посмотреть, как разжигают праздничный костер. Если нам сегодня удастся прыгнуть через костер, я думаю, мы пожелаем счастья, больше путешествий и интересных людей. Я бы тоже пожелала, чтобы больше было во всем мире любви, понимания и радости. Ничего, да? Как украсить праздничный стол и что обязательно должно быть, на нем рассказывает ресторатор Наргиз Бабаева. «Мой дом у Наргиз» так называется уютный ресторан, где уже на первом предпраздничном вторнике можно было увидеть самые роскошные праздничные подносы, семени и азербайджанскими сладостями. Азербайджанские женщины, они обязательно для своих праздничных столов, но в Руссии готовят специальную шакер-бра, пахлава, которую мы приготовили сегодняшний наш сурчар-шамбрасе. Это наша традиция, это очень важно. И наш яркий прозрачный стол, который красит наш праздник, которым мы целый год его ждем. Вот и наша семяне, которая украшает наш праздничный стол. Мы готовим наш Наргиз Байраме, пахлава, шакер-бра и гухал. Пахлава у нас готовится из орехов, из миндалей. И вот такая получается красота. Что я могу пожелать? Я могу пожелать нам в Руссии наш Байраме. Это праздник весны, солнца. Я желаю, чтобы все женщины, все женщины мира, дети, чтобы были счастливы, здоровы. И чтобы всегда у них были такие яркие, прекрасные столы. Вторник воды завершается разжиганием во дворе костра Тангала. Для очищения души и тела нужно перепрыгнуть 7 раз через костер, произнося при этом «Пусть мои беды сгорят в этом огне». Считается, что огонь очищает от скверны, облагораживает и защищает от темных сил. А все худшее, что было в старом году, сгорает в пламени этого костра. Не ходит.